Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас замечательный день. Мы в гостях у агрофирмы Аэлита на селекционном участке, где мы изучаем, пробуем великое разнообразие гибридов, сортов. Борис Исаевич Мамедов, профессор, доктор сельскохозяйственных наук, нам рассказывает, чем они отличаются. Вы сами видите, они очень разнообразны и по форме, и по краске, и, надо сказать, по вкусу тоже. И все это великолепие вы можете иметь. Вот в таких пакетиках есть семена, очень красочные, красивые, с подробным описанием. Сейчас у нас про какой гибрид будет рассказ? Это у нас гибрид «Лёбушка». Это, в зависимости от условий выращивания, средне-ранний, средне-спелый гибрид. У нас сегодня середина июля. Вот, посмотрите, какая спелость. Да, середина июля уже в части мы можем это вот на первых частях уже плоды созревшие. Полностью спелые. Вот, посмотрите, это кистевое такое созревание. Прекрасные, кругленькие, плотненькие. Обычно от всходов до созревания вот таких плодов, это около 110 суток. В условиях плёночных теплиц, средней полосы России. Этот гибрид можно отнести как бы в группе, как для любителей овощей воды, так и для профессионального рынка. Смотрите, вот можете трогать, насколько плотный плод. То есть, транспортабельность прекрасная. То есть, транспортабельность прекрасная. Да, можно собрать кистями и вот таким образом транспортировать. Плоды обычно, вот если там нормальная агротехника, около 110-120 граммов. Они, как мы видим, однородные. В кисти формируются почти одинаковые плоды. Обычно завязывает от 8 до 12 плодов. Вот здесь у нас, в частности, 4, 8 штук. 8 плодов одновременно. И одноразмерные, так скажем. Не растрескиваются плоды. Вот первые уже полностью созрели. И тем не менее, они не дают никаких трещинок. Прекрасные. Это индетерминатный гибрид. Высота обычно пленочных петов достигает 2 метров и выше. Первая кисть закладывается над 6-7 листом. Дальше 2-3 листа. Очень хороший. Индетерминатный бывает даже после 8-9. Бывает даже после 10-го. Бывает тогда обычно поздние гибриды. Кисти очень компактные, простого типа. И плюс завязывает плоды при экстремальных факторах окружающей среды. То есть при резких перепадах дневных и ночных температур. Плоды очень плотные. Мы уже заметили. Можем вот так посмотреть. Если посмотреть, разрезать. Мякоть такая плотная, сочная. Сочная, двухкамерная. Так скажем, можете пробовать на вкус. Вот это чисто такой вот. Кстати сказать, здесь не применяется опрыскивание. То есть здесь честные проходят испытания для средней полосы. То есть вот эти все колебания температур, как у нас бывает в природе. Здесь в пленочных теплицах все сорта гибриды именно то же самое и испытывают. И вот посмотрите, абсолютно чистые плоды, абсолютно чистые листочки. То есть никакими заболеваниями не поражаются. Вот эта плотность, она позволяет мариновать. Вот эта плотность мариновать. Даже при мариновании не треску. Разрезать можно. Даже маринованные не растечется ничего. Да, не растечется ничего. Очень толстая стенка. Мы можем видеть там, да. Мясистые прекрасные. Мясистые там, да. И для салатов тоже. И для салатов, для маринования. Плотный очень такой вот. Ну это так скажем. Дорогие друзья, это прям помидор. Помидор такой, знаете, от которого именно помидорки такой пахнет. Очень вкусный, хороший, замечательный. Вот эти все плоды мы попробовали. Они все замечательные, вкусные. Ну у каждого свой вкус, свой аромат там, да. И свое назначение. Да, свое назначение там, да. Вот любушка, такое название, русское, красивое. Ну и сами плоды тоже замечательные. В растении формируется от 8, если там пришипнуть на уровне 2 метров, от 8 до 12 кистей. Кистей нормально сформировавшихся. С каждым по 7, 8, 10 плодов. Ну еще давайте вот немножечко о чем поговорим. Вот для такого обильного урожая, и чтобы такие крепкие, здоровые растения, ведь нужны подкормки. Нет, действительно, подкормки нужны не только, когда растения растут, так скажем, в теплице. Подкормкой уже надо заниматься, когда... Рассада. Да, посеяли, получили всходу, пикировали, получаете рассаду. Вот обычно первую подкормку проводят, ну перед высадкой. Там, да, мы засыпаем азот фосфор калий. Вот, кстати, сказать, азот фосфор калий. Очень многие огородники используют только азотные подкормки, скажем, навоз, и получают невкусные плоды от навоза. Ну, естественно, от навоза. Они бывают какими-то воденистыми, кислыми. Растение вытягивается, плохо завязывает тоже. А когда сбалансированы вот эти вот все? Потому что растениям-то нужен не только азот. Растениям нужны и азот, и фосфор, и калий, плюс еще десяток микроэлементов. Там цинк, железо, медь и так далее, и так далее. Поэтому необходимо использовать, естественно, не только вот азот или фосфор калий. Из навоза? Из навоза, а комплексное удобрение. Комплексное удобрение сейчас на рынке предлагается очень много. Сбалансированное. Хилатная форма, которая осваивается полностью, да, так скажем, остаточных, в принципе, количества нет. Поэтому есть хорошее удобрение, необходимо использовать. Естественно, первое время мы соотношение берем. Мы не говорим количество, грамм, чего-то сколько. Соотношение. После высадки, первое время, пока идет вегетативное развитие, то есть растения набирают стебель, листовой аппарат, соотношение азота должно быть чуть больше, чем фосфора и калия. А когда первая кисть пошла, первая кисть цветет, начинает плодоношение, в это время уже мы соотношение азота уменьшаем, увеличиваем калий и фосфор. Дорогие друзья, вот этого можно добиться, только если применять действительно специализированные минеральные удобрения. Комплексные удобрения. Все это учитывается. Это же не только сбалансировано. Также тоже проводится исследование, на каком этапе, какой фазе развития, какое удобрение применять. Естественно, потом это уже целое исследование. Так что пренебрегать использование минеральных удобрений. Не пренебрегать, вот знаете, бояться минеральных удобрений. А ведь на самом деле растения усваивают именно элементы. Не навоз они кушают, а то, что уже минерализовалось. То есть вот этот навоз, он должен разложиться, минерализоваться, и растения кушают именно эти элементы. Необходимо, естественно, при этом соблюдать элементарно, всего лишь норму. Норму, да. Норму, дозу и так далее. Ну, если даже человек сразу возьмет выпить трехлитровую банку воды, что с нами будет, то же самое знать. То же самое растение. Перекормить это плохо, недокормить тоже плохо. Поэтому должно быть все сбалансировано. И, я говорю, при вегетативном развитии одно, при генеративном развитии другое, соотношение именно этих удобрений. Так что, дорогие друзья, вот смотрите, какие чудесные здесь кисточки. И желтая коса, и красная коса русская, и здесь вот эта любаша, и еще масса всевозможных гибридов, которые вы можете приобрести, посадить у себя, испытать, сравнить. Вот даже есть полосатенькие тут помидорки. Так что, пожалуйста, экспериментируйте, ну, и прислушивайтесь к советам профессионалов, которые вот так вот рекомендуют и кормить, и формировать ваше растение. Естественно, да, судьба лучше на огороде иметь несколько, так скажем, разнообразных форм томата. Это на разный вкус, точнее, на любой вкус, так скажем. И такой, и такой, и такой. Для свежего потребления, для консервирования, для приготовления, так скажем, соков, для приготовления пасты, добавлением различных острых перцев, там, я не знаю, там, различных овощей и так далее, и так далее. Так что, сажайте, выращивайте. И получите вот такие шикарные урожаи. Вот.